Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня, завершая цикл передач о сквернословии, мне хотелось предложить для всех нас, для нашего назидания, при свете Слова Божия и святоотеческих и пастырских наставлений, предложить беседу о значении слова вообще и о силе кроткого слова и пагубности гнилого слова. Ведь слово человеческое имеет огромное значение и стоит того, чтобы в нем требовать отчета. Наше слово есть отпечаток слова творческого, Божьего. В Боге слово и в человеке слово. Только в Боге слове есть образ существа его, единородный Сын Божий. Но и в нас слово – непраздный звук, и в нас оно есть отпечаток и образ нашего Духа. Вот поэтому, если бы собрать все наши слова, то мы увидели бы в них свое собственное изображение. Словом, человек, видимо, и преимущественно отличен от всех тварей, его окружающих. Это главный признак и главное средство нашего владычества, нашего преобладания над миром, как, собственно, это и показано в самом начале библейского текста, где через прародителя нашего мы видим наречения имен всем животным и растениям. Словом держится в силе и союзе весь род человеческий. Это проводник наших взаимных мыслей, чувств радости и печали, действий и усовершенствования. Словом связуется у нас прошедшее с настоящим, настоящее с будущим. Приходят в тесное общение те, которые не видали друг друга. Отнимите слово у людей, и все остановится в мире человеческом. Всякое слово, исшедшее из наших уст, никогда уже не возвратится к нам. Оно пойдет по умам и чувствам других людей, произведет неисчислимое множество мыслей, чувств, деяний и поступков, и, разросшись в огромное дерево, принесет плоды, породу и виду их. И, как сказал один современный богослов, «Встретится с тобою человек, творцом этого слова, на страшном суде Божьем». И в настоящее время слово не остается без действий на самого произносящего их. По словам нашим все судят о нас. Уста наши доставляют нам или уважение, или вселяют к нам отвращение и презрение. Вот в качестве примера мне, думается, уместным озвучить эпизод из жизни Сергия Радонежского. В его жизнеописании имеется сказание о том, как преподобный, воспитывая свое братство, вел терпеливую ежедневную работу над созиданием души каждого отдельного члена своего братства, возводя его со степени на степень иноческого, монашеского испытания, искуса, как мы говорим, не спуская глаз с каждого инока. Ночью преподобный дозором ходил мимо кельи, легким стуком в дверь или огно напоминал прознасловившим, что у монаха есть лучшие способы проводить время. А поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, тихой и кроткой речью вызывал в них раскаяние бездосады. Вот эти наблюдения и любовь к людям дали преподобному умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшее ее чувство. Это то умение, перед которым не устоял самый упрямый человек на Руси в XIV веке, рязанский князь Олег Иванович. По просьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича, старец чудный отговорил суровейшего рязанца от войны с Москвой, умелив его тихими и кроткими речами и благоуведливыми глаголами, как мы читаем в житии. Или другой пример, который показывает, как ко всякому слову необходимо относиться с крайней осторожностью, потому что грехи языка – самые опасные пороки. Так что человек, свободный от них, может почитаться совершенным. Вот я хочу процитировать всем нам слова апостола Иакова. Это третья глава со второго по тринадцатой стихи. Послушайте, что он говорит. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коня, чтобы они поминовались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, направляются, куда хочет кормчий. Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие». И далее он пишет. «Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источник сладкой и горькой вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью, кротостью». Удивительные слова. И вот таким образом мы видим, что святой апостол Иаков заповедует умилять свое злое употребление языка. И слова должны быть только добрые для назидания слушающих, чтобы они доставляли благодать слушающим. Из этого учения апостола нам необходимо извлечь тот урок, что каждый человек, и особенно именующий себя христианином, должны благоразумно пользоваться даром слова. Субтитры создавал DimaTorzok